Привет, друзья! Вершинный огниль томатов может погубить даже самый хороший урожай. И сегодня я расскажу, как не допустить это опасное заболевание в теплицу, а также исправить ситуацию, если оно уже проявилось. Вершинный огниль томатов является физиологическим заболеванием и чаще всего проявляется при недостатке кальция в почве. Это заболевание выглядит следующим образом. Если на плодах, внизу плодика, вы увидели темное пятно, плод раньше времени созревает и очень часто осыпается во время созревания, это и есть вершинная огниль. На начальных стадиях заболевание не всегда можно распознать, потому что пятно вначале темно-зеленого цвета, а потом становится черным. И в итоге плод поражается этим заболеванием, раньше времени созревает, осыпается, и такие плоды нельзя употреблять в пищу. Кстати, вершинная огниль может быть не только у томатов, но и у перца. У перца также на плодах могут появляться такие пятна темные, и затем плоды загнивают, могут осыпаться, и у них неприглядный вид, в общем. Значит, как исправить ситуацию, либо не допустить вот это заболевание к себе в теплице? Во-первых, при посадке томатов нужно использовать, вносить в почву удобрения, содержащие кальций. Особенно хорошо уже с весны перед посадкой томатов вносить под перекопку древесную золу. Хотя томаты и любят почву слабокислую, однако у нас в Беларуси почвы часто бывают и вовсе кислые, и слабокислые, и небольшое количество золы никак не навредит для роста и развития томатов. Поэтому обычно весной я вношу один стакан древесной золы на метр квадратный под перекопку. Зола насыщает томаты не только кальцием, но дает еще калий, фосфор и многие полезные микроэлементы. Кальций также содержится и в синтезированных различных удобрениях, например, в кальцевой селитре. Поэтому кальцевую селитру также можно вносить под перекопку, либо подкармливать ей томаты. Однако не всегда кальцевая селитра идет во благо, потому что кроме кальция в селитре еще очень много азота, и томаты могут жировать. Наиболее такой оптимальный вариант, чтобы томаты получили кальций, это приготовить зольный раствор вместе с уксусом. Получится ацетат кальций, из которого весь необходимый кальций томаты будут быстренько получать. Во время начала плодоношения можно делать профилактическую подкормку. Для этого берем один стакан древесной золы, засыпаем в 10-литровое ведро и гасим одним стаканом 9-процентного уксуса. Идет реакция, все пенится, шипит. Как только закончилась реакция, доливаем все это водой доверху, получается 10 литров вот этой подкормки. И под каждый кустик по влажной почве вносим по литру подкормки. И все, растения будут получать необходимый кальций, и никакой вершинной гнили не будет. Через две недели подкормку можно повторить. То же самое вы делаете, если у вас уже недостаток кальция, вершинная гниль появилась. Если вы заметили, уже где-то отдельные плоды пораженные, нужно их сорвать, убрать с кустов, чтобы они не висели, не портили вид, и все равно с них проку не будет. И затем этим же зольным настоем подкормить ваши томаты. Вершинная гниль, кстати, может возникать и от высокой температуры. Когда на улице стоит высокая жара, сухая такая погода жаркая, растения могут плохо усваивать кальций. В этом случае нужно обязательно хорошо проветривать теплицу, а также притенять растения. Например, на теплицу можно накинуть белый спонбонд, либо притеночную сетку, чтобы немножко снижать температуру в теплице. Когда на улице жара, томаты усваивают не только плохо кальций, но и другие полезные микро- и макроэлементы. Можно сделать, опять же, небольшую помощь для наших томатов. Берем одну чайную ложку лимонной кислоты на 10 литров воды и делаем раствор с лимонной кислотой. И поливаем кустики томатов. Лимонная кислота, она как хилатирующий такой элемент, помогает усваивать томатам различные макро- и микроэлементы. Причем идет равномерное усвоение этих полезных элементов питания. Нет между ними конкуренции. Все питание усваивается полноценно, и томаты не заболеют. Не будет ни вершинной гнили, будет хорошо усваиваться калий, кальций, фосфор и так далее. Все макро- и микроэлементы будут полноценно усваиваться томатами. И не стоит бояться использовать лимонную кислоту. Эта слабая кислота никакого значительного закисления грунта не произойдет. Но томаты, тем не менее, будут при такой подкормке очень хорошо развиваться. Кстати, томаты еще можно подкармливать другими удобрениями с кальцием. Есть специализированные удобрения. Например, тот же кальцегарден, антивершинка и так далее. Эти удобрения также можно в теплице применять. Когда у томатов проявляется нехватка какого-то микроэлемента того же кальция, либо-то макроэлементов, это говорит о том, что растение немножко ослаблено. Если растение недополучает питание, естественно, что у растения падает естественный иммунитет. Поэтому важно еще делать и обработки по листу для профилактики различных заболеваний. Значит, чем можно обработать томаты для профилактики? Того же кладоспориоза, то и фитофторы, которые очень часто поражают томаты. Можно использовать различные препараты на основе сенной палочки. У меня в руках препарат сенная палочка плюс гидрогумат от Профит. Томаты нужно обрабатывать каждые две недели по листу этим раствором. Сенная палочка защищает растения от различных заболеваний. И еще здесь есть гуматы. Получается еще и такая внекорневая подкормочка по листу небольшая. Обратите внимание, что сенная палочка – это бактерия. И нельзя обрабатывать томаты по листу, когда яркое солнце. Нужно обработать в вечернее время, когда солнце уже не палит. В этом случае такая обработка пойдет на пользу. Кроме сенной палочки появился еще новый препарат. Называется «Растим овощи». Этот препарат также можно использовать для обработки томатов по листу. Потому что в нем содержатся различные полезные бактерии, гуминовые кислоты. И такая обработка пойдет томатам только на пользу. Опять же, получается внекорневая подкормочка небольшая. И защита томатов от различных заболеваний. Опять раз в две недели проводим обработку. В вечернее лучше время, когда нет солнца. Или утреннее, чтобы успела из теплицы выветриться влага. Потому что если мы обрабатываем теплицу вечером, то на листьях сохраняется влага, и это может провоцировать различные болезни. Лучше все-таки томаты обрабатывать вечером, но не закрывать при этом двери в теплицу, чтобы здесь не было излишней влажности. Ну, а если вы любите просыпаться с утра, тогда лучше утром. Потому что за день вся излишняя влага испарится, хорошо все проветривается, и такая обработка пойдет на пользу для ваших томатов. Не забудьте свои томаты подкормить, обработать, чтобы не было этого опасного заболевания, вершинная гниль. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!